Смитс? Смитс? Чего? Мне нравится Смитс. Вам нравится Смитс? Да, классно. Да, я не придумал ничего лучше, чем начать выпуск про группу Смитс переснятой сценой из фильма 500 дней лет. Но именно эта сцена в полной степени показывает всю магию группы Смитс. Малознакомые люди влюбляются друг в друга только лишь потому, что оба ее любят. Смитс были удивительной группой. Они сочетали в себе трагедию и комедию, романтизм и занудство, самые легкие и красивые песни планеты Земля с хулиганскими и даже в чем-то дурацкими строчками. И вот уже больше сорока лет их песни не покидают плейлисты грустных, одиноких молодых людей и девушек. И сегодня я попробую разобраться, в чем же была магия этой группы. Меня зовут Николай Редькин, это канал Broken Dance. Спасибо вам большое, что ставите лайки и пишите комментарии, потому что благодаря им выпуски на канале выходят чаще. Благодаря им и, конечно же, благодаря энергетикам из самоката. Я реально большой их фанат и даже если монтирую выпуск в другом городе, стараюсь заказывать их в гостиницу, ну и заодно какого-нибудь снека орешков или чипсов. Самое крутое, что самокаты обычно доставляют очень быстро, от 15 минут и доставка всегда бесплатная. И еще одна крутая вещь, которая у них есть, это выгодная полка. Там можно покупать продукты по акции, а еще узнавать о скидках и участвовать в розыгрышах с призами. И, конечно же, там классные подборки продуктов для любого повода и они каждую неделю обновляются. Так что переходите по ссылочке в описании, ставьте себе приложение самоката и покупайте любимые продукты быстро и выгодно. И ловите скидку по промокоду BROKEN. 7% на любой заказ. Как раз доедет, пока вы этот выпуск смотрите. Ну что, а теперь у нас группа The Smiths. Погнали? Погнали! У Smiths вообще интересная история с самого начала. А началась она с того, что манчестерский гитарист Джонни Марр пришел домой к молодому журналисту Стивену Патрику Морриси и попросил того вступить с ним в группу. Марру было 19, Морриси 24. Почему же Марр пришел именно к нему? А все просто. Они оба любили одну группу, которая называлась New York Dolls. И Морриси однажды сделал Fenzin, то есть любительский самиздатный журнальчик принял. В общем, переводя все на наши реалии, это молодой гитарист приходит к автору модного телеграм-канала о музыке и говорит привет, давай мы сделаем с тобой группу. Кстати, про телеграм-канал о музыке раз уж речь зашла. Подписывайтесь обязательно на мой, он называется Сломанные Пляски, ссылочка будет либо в описании, либо вот здесь по QR-коду. Там я пишу о музыке и мы все дружно с удовольствием ее обсуждаем. В общем, в 1982 году Морриси и Марр все-таки основали свою группу и назвали ее The Smiths. В переводе с английского это Кузнецы, а на русский лучше адаптировать как Кузнецовы, потому что название предложил Морриси. Он хотел, чтобы группа называлась просто и играла для простых людей. Он считал, что сейчас самое время простым людям показать миру свои лица. Простые люди, значит, да? На первой же репетиции Морриси предложил своим напарникам по группе сыграть песню из репертуара девичьей группы 60-х The Cookies. Песня называлась «Я хочу себе мальчика на день рождения». Ну вы представляете, да? Модный инди-музыкант и автор модного телеграм-канала собираются в группу, и один из них говорит, а давайте сыграем что-нибудь из репертуара Лаймы Вайкули. А еще после первого же концерта группу покидает изначальный басист. Он говорит, что для него она слишком гейская. На его место взяли школьного друга Марра Энди Рурка. И хорошо, в общем, что тот басист ушел, потому что обложка первого сингла «Смит» с 83-го года выглядела вот так. А пелось в ней о двух влюбленных, которые идут по улице, и вот на них почему-то очень странно смотрят проходящие мимо люди. А второй сингл рассказывал о молодом красавчике, которого подвозит на машине очаровательный богач. И вот в нем гитара Марра звучала как-то особенно легко, а вокал Морриси очень манерно. Ну, просто послушайте, как он поет. Ну и просто напомню, как все это выглядело. В том же 83-м году Смитс выступали на главной британской музыкальной передаче «Top of the Pops». Морриси был в женской блузке, весь в какой-то бижутерии и размахивал охапкой гладиолусов. На его фоне Марр, да и все остальные выглядели как нормисы. Через год он пришел туда уже без гладиолусов, но женская блуза осталась на месте. Ну и сам он как будто пел и танцевал один в комнате, передним зеркалом, в руке расческа, вокруг никого. В общем, вы уже наверняка подумали про группу Смитс, как про какую-то пост-пангруппу с очень манерным геем-вокалистом. Но здесь нужно кое-что прояснить. Я уже говорил вам, что и Морриси и Марр были большими фанатами группы New York Dolls. Давайте просто вспомним, что это была за группа. Американские парни, которые в середине 70-х любили переодеваться в женские платья, красить лица и при этом играли что-то типа протопанка. Просто деталь. Одним из их менеджеров был Малкл Макларен, человек, который привел к успеху, возможно, самую известную панк-группу в мире Sex Pistols. И, видимо, Марр и Морриси просто вдохновлялись разными сторонами этой группы. Марру она нравилась за шуми, рок-н-ролли-драйв, а Морриси нравилось то, что ее участники выступали в женских платьях. Вы скажете мне, Николай, но ведь это были 80-е. Тогда многие выступали в женской одежде. И знаете что? Вы будете правы. Ну, давайте просто взглянем на фотографии звезд той эпохи. Duran Duran, Colchic Club или Visage. Но что же было у Smith, чего не было у тех звезд? Во-первых, личность. Морриси был очень сложным и противоречивым персонажем, который сочетал в себе много всего. Это человек, который обожал поп-музыку 60-х и мечтал о том, чтобы стать настоящей поп-звездой, при этом заболел панк-роком, когда он только появился. Человек, который хотел делать музыку для рабочих, для простых людей, при этом писал очень книжные тексты, часто цитируя старые фильмы и песни. Простой пример. Вот цитата из кино. А вот песня Смитс. И вот чтобы слушать их и наслаждаться ими в полной мере, нужно было все-таки иметь некоторый культурный бэкграунд. То есть Морриси был таким ходячим набором противоречий. Он соединял в себе и грустного подростка, и книжного задрота, и фрика, и рок-героя, и хейтера всего вокруг. И даже о своей ориентации он всегда отказывался говорить и до сих пор нет прямого подтверждения, гей он или нет. Например, на вопросы об этом он отвечал вот так. Есть ли секс в Морриси? Вообще нет, что само по себе довольно сексуально. Ты гей? Я не признаю таких терминов, как гетеросексуал, гомосексуал, бисексуал и считаю очень важным, чтобы в поп-музыке был такой человек, как я. Короче, это был самый яркий, необычный британский фронтмен тех лет. Если бы в середине 80-х у нас уже были соцсети, Морриси по-любому стал бы их звездой. Наверное, лучшая аналогия для Морриси, если вы смотрели сериал Офис, а если нет, то сори, придется потерпеть, это Дуайт Шрут. Такой же ходячий набор противоречий, выросший на ферме гик и фанат научной фантастики. Человек, пытающийся показаться гипермаскулинным, при этом очень тонкий и ранимый душой. И при всем этом безумно обаятельный, очень яркий персонаж, без которого сериал вряд ли бы стал таким культовым. Ну и если продолжать комедийные аналогии, то Морриси это Александр Долгополов пикового периода, когда он был невероятно дерзким, непослушным, смешным, постоянно рвался кого-то передразнивать, говорить о чем-то важном и, да, одевался в женские вещи. Я женщина, а значит и актриса. Во мне сто лиц, тысяча ролей. А еще я в ВОВ играю. А их дуэт с Квашонкиным с золотых времен пора разбираться, это вот в чистом виде отношения Морриси и Мара. Об этом мы еще поговорим подробнее. Ладно, я отвлекся. У меня просто на самом деле три непроработанные травмы. То, что офис закончился, Смитс распались и старые выпуски пора раза снесли с ютуба. Так вот, второй столб, на котором стояли Смитс, это их звук. И тут нам нужно поговорить о гениальности Джонни Мара как гитариста и аранжировщика. Моррис, если что, вообще не умел играть на инструментах. Мар приносил ему инструментальное демо, он их в одиночестве слушал, а потом приходил в студию со всей группой и записывал свой полностью отрепетированный вокал с первого-второго раза. И вот партии Мара, его рифы и гармонии делали половину волшебства Смитс. Они были очень простыми, но в то же время красивыми и мелодичными, и как будто заполняли собой всю песню. Давайте послушаем, как он играет на гитаре одну из песен Смитс. Полное ощущение, что это уже готовая песня. Со своей структурой, с куплетами, с припевом. Надо просто положить на нее ритм-секцию, ну и еще вокал. Смитс. 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 В 80-е для описания такого звука стали использовать термин дженгл-поп, от слова дженгл звенеть. И вот эти звенящие гитары использовали очень многие группы, как стадионные герои типа Рэм. Так и музыканты поменьше. Допустим, очень интересная дженгл-поп-сцена тогда была в Австралии и в Новой Зеландии. Да, даже в Советском Союзе такое играли. Была такая группа кино, может быть помните. И вот у них в 85-м году вышел альбом «Это не любовь», который был отчетливо навеян, если не прямо, группой Смитс, то похожим звуком. А еще в то же время, это где-то 85-86 год, Цой полюбил позировать на фотографиях с охапками цветов. Гладиолусов в том числе. Может быть это и совпадение, но о его любви к Смитс говорили многие. Например, Алексей Вишня, человек, который много записывал группу кино. На какие группы ориентировались ребята и Виктор Цой? На Смитс, на Моррисе. Ну и давайте посмотрим, как Цой выглядел на концертах в 86-м году. На нем то ли рубашка, то ли блузка, оголенная грудь опять же, что-то напоминает, правда? Ладно, о влиянии Смитс мы еще поговорим. Так вот, у нас сошлись очень обаятельный фронтмен, очень интересный гитарист. И давайте не будем забывать про двух оставшихся участников. Очень гибкая и классная ритм-секция, которая могла сыграть что угодно от панка до фанка. Вот просто послушайте этот кусочек. Опять же, если запараллелить с современными нам музыкантами, то группа Смитс это что-то вроде Альянса Олега ЛСП с Ромой Англичанином. Или Лизы Монеточки с Витей БЦХ. Или уж давайте помечтаем совместный альбом Оксимирона из Криптонита. Когда умник, ну или в случае с Лизой Умница, находит себе человека, который придумывает для них тот самый единственно верный и нужный звук. Только вот в случае Смитс все эти параметры были выкручены на максимум. Если умник, то такой, что его хоть сейчас можно снимать в сериале про ботаников. А если гитарист, то гений. И вот когда между этими двумя была искра, то в песнях рождалось много магии. У Смитс есть четыре отличных альбома, и можно просто послушать их друг за другом. Это примерно три часа удовольствия. По ним вот прямо видно, как группа из просто хорошей инди-группы становится великой и неповторимой. Вот первый альбом, так и названный, The Smiths. Как же он звучит? Это ритм-секция в духе Joy Division и легкая, ни разу не мрачная гитара Marra, которая, как и голос Морриси, парит над песнями. Вот второй, Meat is Murder. Морриси, если что, вегетарианец и до сих пор активно борется за то, чтобы люди не ели мясо. И вот на нем Марр показывает широту своих музыкальных горизонтов. Это буквально от панка до фанк. А Морриси в первой же песне поет о проблемах в школе, критикует систему образования и предлагает вообще ее запретить. А еще там есть песня о насилии в семье и об отчаянной, безответной влюбленности. Морриси пел о том, с чем сталкиваются очень многие из нас. Потому что во многих ведь действительно живет внутри этот самый грустный подросток. Может быть даже в тех, кто сейчас смотрит это видео. В общем, если вы вдруг оказались в ситуации героя Смитс, но вы не Морриси и у вас нет своей группы, где вы могли бы спеть о собственных страданиях, то лучше всего обратиться к специалисту. И для этого вам подойдет сервис Мета, который поможет подобрать психотерапевта. Команда сервиса уже 5 лет делает так, чтобы терапия стала доступнее и понятнее людям. А если вы всегда этого боялись, то это вовсе не страшно. Во-первых, все специалисты проходят тщательную проверку. Во-вторых, в Мете все сделано так, чтобы вам было комфортно. Выбирайте себе любой мессенджер, формат сессии, то есть очно или онлайн. Плюс вы всегда можете поменять специалиста, если у вас с ним что-то не сходится. Короче, если вам нужна помощь, то Мета поможет вам помочь себе. Если заходите, то по ссылке в описании можно записаться на первую консультацию и даже получить скидку 25% по промокоду Брокен. Потому что где еще, если не в выпуске про Смитс, рассказать о важности и нужности терапии? Так, а третий альбом Смитс, Queen is Dead, вообще многими считается лучшим в истории этой группы и инди-рок каноном 80-х. Причем на английском телевидении, вплоть до нулевых, названия этого альбома не решались произносить. Ну, просто представьте, что сейчас в России выйдет альбом с названием Смерть президента с текстом, сами догадайтесь, про кого. При этом там была одна из самых романтичных и светлых песен в истории Смитс. А может быть и вовсе в мировой истории. Да, та самая песня, которая играла в начале. И четвертый альбом, где Мар уже слишком развернулся и стал по полной использовать в песнях синтезаторы и струны. Раньше это было для группы чем-то вроде Табу. Сразу же после него The Smiths распались. Но еще лучше слушать Смитс с синглами. И здесь нужно проговорить одну простую вещь. Сейчас мы говорим сингл в значении хитовой песни с альбома. Но в 60-х и 70-х это были именно что отдельные носители. Маленькие дешевые пластинки на две песни. И вот они были главным звеном в цепи музыкальной индустрии. И допустим, хиты, которые выходили на синглах, могли запросто не войти в альбом. Например, у группы Битлз есть сборник не альбомных синглов Past Masters. И он занимает в истории группы такое же место, как любой из их классических альбомов. И у Смитс тоже есть несколько таких сборников. Или просто можете найти в Спотифай подборку их синглов и послушать. Или возьмите и послушайте мой плейлист. Я сделал его для вас. И все ссылочки будут лежать в закрепленном комментарии. И вот на этом моменте самое время разыграть такую пластиночку. Это сборник бисайдов группы Смитс. То есть песен, которые были на вторых сторонах вот этих вот маленьких пластиночек синглов. Причем первопресс. То есть, блин, даже разыгрывать жалко. Пластиночку нам подогнал магазин Бисайд Винил, где мы сейчас и находимся. И вот чтобы ее выиграть, нужно, во-первых, подписаться на их инстаграм. Он сейчас будет показан на экране. А во-вторых, написать в комментариях историю о том, как вы впервые познакомились с группой Смитс. То есть, как вы услышали эту группу и какие чувства вызвала у вас их музыка. И вот я субъективным образом выберу автора лучшего комментария, на мой взгляд, и отправлю ему вот эту вот пластинку. Может быть, даже получится успеть к Новому году. Будет такой подарочек. И что удивляет, в синглах Смитс среди них вообще нет плохих или провальных песен. Может быть, за пять лет группа просто не успела их написать. А может быть, Морриси и Марр просто в то время были на своем творческом пике. Одним из своих синглов «How soon is now» группа фактически придумала жанр шугейс. Потому что Марр сделал настолько пульсирующий, настолько нагруженный эффектами звук, что его реально можно почувствовать. Это как стена звука. И даже если вы никогда Смитс не слышали, вы можете знать эту песню по заставке сериала «Зачарованы» или по каверу группы Тату. Причем, когда у Морриси спросили, как ему кавер Тату, он сначала уточнил, кто такие Тату, потому что не знал. А дальше был великий диалог. Это две русские лесбиянки-малолетки. Как и все мы, друг мой. Как и все мы. А из других синглов «Смитс», как из гоголевской «Шинели», что ты смеешься? Да ты сейчас на Каневского был похож. А из других синглов «Смитс», как из гоголевской «Шинели», вырос весь брит-поп и группа «Оэзис» в частности. Братья Галлахеры никогда этого не скрывали и регулярно играли на своих концертах каверы на «Смитс». А вот видео, где к ним присоединяются еще один поклонник «Смитс» Крис Мартин из группы Coldplay. Ну и говоря о фанатах и почитателях «Смитс», сложно забыть Тома Йорка из «Радиохэд». Его поведение в клипах, странные танцы или сложные, слишком уж поэтичные тексты – все это говорит о том, что в детстве он фанател по Морисе. Кавер на «Смитс» у «Радиохэд» тоже есть. Смитс распались на пике своей популярности, когда Мориси, всю жизнь мечтавший быть поп-звездой, действительно стал поп-звездой. И до сих пор неясно, почему это случилось. По самой известной версии, Мориси и Март просто устали друг от друга, плюс-то наложилось на проблемы с менеджментом. Есть, само собой, и более красивая версия – о том, что Мориси был влюблен в Мара, а Мара его чувств не разделял. В любом случае, reunion The Smith до сих пор невозможен. У Мориси после группы была успешная карьера и большая дискография. У Мара чуть поменьше – он начал выпускать сольные альбомы только в 2010-х, но успел поработать со множеством групп. Например, сделал свой проект с Бернардом Самнером из New Order, продюсировал группу Modest Mouse и даже поучаствовал в записи саундтрека «Нолновского начала». Почему же песни «Смитс» до сих пор вызывают в нас столько эмоций? Они, например, играют в последнем фильме Финчера «Убийца», как раз в сценах убийства. И он объясняет их появление так – песни просто чертовски остроумные и злые. Я бы добавил еще печальные, загадочные, тонкие и очень нежные. Это даже не песни, а целая художественная вселенная. Мир, в который ты попадаешь и в котором хочешь жить дальше. Ну или как вам такой аргумент? У «Смитс» просто не было ни одного плохого альбома. Не было и уже не будет. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, не забывайте, что ваш лайк и ваш комментарий – это лучший способ его поддержки. Еще раз напомню, что все плейлисты со всеми песнями, которые я упоминаю в этом выпуске, лежат в закрепленном комментарии. Буду рад, если вы их послушаете и проникнетесь музыкой «Смитс». Меня зовут Николай Редькин, и на этом у меня все. Пока-пока. Олег Легкий? Чего? Мне нравится Олег Легкий. Чего? Рыба Мура. Классный. Что за день такой сегодня, а? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова